И я приветствую всех читателей Компьютерного журнала Навигатор Игрового Мира С вами Брюс, он же Игорь Андреевич И сейчас я записываю для вас вот от первого лица за зергов Зергам играю против Протаса Наш ценный Протас это итальянский игрок Кажется это лучший игрок Италии во всяком случае на данный момент Это Иг Клауд Вот его ник Что можно сказать о нем Ну во первых он состоит в международной команде Инфернал Геймерс Которой состою я Это мой друг Это мой спадинг партнер Он играет Такие же мэтчапы как я То есть Тос против зерга Зерг против Тоса И Тос против Тирана Мы оба не играем Не очень любим ПВП Ну протас на протас Из-за ряда случайностей Ряда случайностей Которые возникают в мировом мэтчапах Ну в зеркальных Имеется ввиду Зерк на зерк Тос на тос И иногда Тиран на Тиран Вот Если говорить о карте Как раз Паранойя от андроид То нужно Уточнить то что Вот на этом респауне На 13.00 Где я Появился И респауна На 12.00 С разной скоростью Собираются ресурсы То есть минералы На моей нычке медленней Из-за этого Мне приходится Идти В еще более ущербное развитие Загонять себя В экономическую дыру И ставить экспант С 9.00 рабочего Для того чтобы Вообще его поставить Потому что Иначе Если я буду развиваться Через пул Или 12.00 Хэтчери Меня просто подожмут Подожмут Ну в общем Я буду в невыгодном положении Поэтому я ставлю Экспант А тут без разведки Ставят сразу кибернетку А вот если бы я пул поставил Наверное было бы веселей Но нет Это не нужно А если бы он поставил Два барака Что в принципе Было бы Логично Вот В итоге смотрим Что же он будет делать Приходит рабочий Наконец-то Рабочий конечно И лимит у него Больше Но у меня появляется Экспант Я заказываю Вместо собак Рабочих Ну потому что Он не поставил Два барака Я поставил кибернетку Сейчас Максим заказывает Зил Это пока не страшно Мне не надо Заказывать Собак Я лучше закажу Рабочих Потому что Как вы уже заметили Экономика у меня И так Не на высоте На третий хэтчери Мне не накопить Ставлю газилку Из-за того что Он поставил Старпорт Очень Ну то есть С его стороны Это правильно Конечно А вот Только он не дал Мне поставить Газилку Но ничего Я поставлю здесь А вот он не успел Хотел и здесь Заварить газ Да это Было бы плохо Для меня Объясню Почему газилка Почему я вынужден Ставить газ Потому что Из старпорта Можно заказать Четыре типа юнита Это Корсар Ну самый распространенный В данном случае Потом Скаут Кэдер И Арбитр Что-то мне подсказывает Что Вряд ли он Пошел в быстрого Арбитра И Кадера Тоже вряд ли Поэтому он мог Построить или Корсара Или Ну или Скаута Наверное Все таки И если бы я поставил Спорку То И он Построил Корсара То мне Пришлось бы Ну в общем От Корсара Я бы Защитился А вот от Скаута Нет Скаут стреляет Еще по земле Он бы начал мне Уничтожать Рабочих Мешать В общем Действовать на нервы И еще Гадить А Одна гидра Способна Отогнать этого Корсара Фу Скаута И вот этого Кстати Драгуна Я тоже Начинаю поджимать Видимо он пошел Корсаров С дарками Потому что Вот мы видим Он выдвигается На экспэншен Начинаем Атаковать Эту пробку И пробегаем Дальше Оставил я Два лимита Для Гидр Заказал их А сам Начинаю Заказывать Рабочих Потому что Экономика У меня Слабая Мы видим Старпорт Он отменил Поставил Фаржу Далее Цитадель Видимо Да В общем Он неплохо Меня обманул Ну то есть Получилось так Что в ущерб Опять же Экономике Которая и так Тут уже Дважды была Не на высоте То есть Первый Из-за Минус В экономике По сравнению С его экономикой Это Респаун Второй Это то что Мне пришлось Быстро Быстро Делать Гидр От Корсара Скаута Не важно От воздуха Для того Чтобы Ну Как раз Отбиться Я ведь мог Рабочих Заказывать Я мог Так рано Не делать И настроить Рабочих В общем Молодец Молодец Клауд Это Ну он вообще Играет достаточно Оригинально Не совсем Хорошо Выступает На турнирах Но в целом Скилл у него Высокий И Он наверное Выигрывал Всех Европейцев Ну то есть Не корейцев И с корейцами Он тоже играет Достаточно На высоком уровне С хорошей Результативностью В общем Well known Плеер В своих кругах Но вот К сожалению На турнирах Он мало Принимает участие И в то же время Когда принимает участие То не очень эффективно На кого же это похоже На меня тоже похоже Ну я там Много конечно Чего на выигрывал Но Не отличая стабильности Вот А я продолжаю Строить гидр Продолжаю строить гидр Здесь стоит пробка Как раз Чтобы заметить Там допустим Собаки бегают Еще что-то Видите Разведка у него Хорошая Но Отличительная особенность Данная карта Это то что Есть два прохода То есть Я могу вот так Вот обойти И то же самое На его экспанде У него будет Пси Безусловно У него Может быть Вот Дарк Для этого Я послал Оверлорда Вперед И Он конечно Зафатонится Зафатонится Вот Забыл я Оверлорда И видите Тут небольшой минус Сейчас бы Строились Еще девять гидр Сейчас я вынужден Заказать Два Оверлорда Просто Просто мозги И Заказал Лэйр У меня две Газилки И сейчас Моя цель Тогда не Проломать его Поскольку Новый гидр Не подбегает А просто Сделать Окно в Европу Пробить Окно в Европу Это будет Ну мне нужно Как то С какой то стороны Его напрягать Или с мейна Или вот слева Я выбираю путь слева Потому что на самом деле Как правило Его хуже Защищают Сейчас мы это увидим Опытным путем Да вот здесь Одна фотонка Больше он не успел построить А спереди мы видим Уже две Две фотонки Зил это без скорости Дарка Нету Но есть пси И поэтому я Расставил гидр Аккуратненько Вот так вот Провоцирую Ну то есть На шторм ему невыгодно Вот сюда Штормить В то же время Айяяяяяяяяяяяяя В то же время Я трачу Теряю три гидры Ни на чем На точке сбора Пуляет гидры Подбегает Терезилата Отгоняя их Заказываем Леллуркироспект Лэйр Доделался Ресурсы скопили И вот так я Выбежал Плюнул Отбежал В общем, разменялся Не очень, на самом деле Можно, конечно, сконтролить было лучше Но Тут, конечно, варкрафтеры меня заплюют И вот, особенно за точку сбора За точку сбора уже 5 гидер на Точки сбора потерял И сейчас мне нужно уничтожить крайнюю фотонку Пси получаю Опять второй пси Молодец, Клауд Вот, но Мы имеем как раз Это окно в Европу Это слева нету фотонок И нужно бежать в этими 4 гидрами Для того, чтобы Он там ничего не построил Ну и мешать добыче, естественно Если я мешаю добыче его Минералов, соответственно Я получаю плюс Потому что он пошел в экспанд А этот экспанд, собственно, и не собирается Вот здесь Кидает пси Делается... О, красный шарик Еще шестую гидру я теряю на точке сбора Уже десятый раз я Выставляю ее И делается архон Дарк архон Это очень-очень интересно Во-первых, можно и гидр Замайл штормить Можно и Ну, в общем И люркеров Поскольку я давлю гидрами Я не могу построить много Люркеров Ну, просто вот не хватает Также я мог построить муталов Я уверен На мэне у него уже две фотонки Две или три Представляете, вылетает сейчас девять муталов И получает малый шторм Сверху пси И тут подбегает архон Да даже без архона На фотонки разберутся Да они разберутся даже просто если Без пси даже В общем, это достаточно эффективно Но в данном случае Я действую с люркерами Единственное, что он может Замайл штормить Это люркеров А мне в свою очередь Надо просто Опять же пробиваться Вот эти фотоны Любой ценой Любой ценой Мне нужно Уничтожить эти фотонки Недооценивает он Я бы ставил Три-четыре фотонки здесь Потому что Ой-ой-ой-ой Перекапываем Перекапываем И вот этот Майл шторм К счастью для себя Я Не держал В куче люркеров Заказываем Новые войска Подкрепа Двигаем люркеров Фотонка начинает Стрелять Это провоцирует Меня на атаку И перекапывание Еще одного люркера Одна фотонка Я могу В принципе И уничтожить Вот так вот Оп И все Все И опять Опять ему Он вынужден Убирать рабочих Я заказываю Из красной гидролюркера Напомню Что Если вы заказываете Из красной Ну Почти Дохлой Гидролюркера То появляется Он все равно целый Строит еще две фотонки Боится Налома Раз ты боишься Налома Я тебе его устрою Проламываю Проламываю Его Оть Пси Есть у тебя еще Пси Да Есть у него Пси Но Но мы прорываемся Надо сейчас Не там Зил Это выбегает Нужно Здесь Пострелять Добить эти фотонки Фотонки Потому что Обсервера у него нет Ну конечно Он будет в скором будущем В недалеком Поскольку мы уже Сражаемся наверное Минуту полторы Роботикс уже достроился Обсерватория наверное тоже И сейчас как раз заказан Люркер Фу Обсервер Ну люркер у меня тоже Заказан Просто сейчас немножко Поконтролить надо Гидры как вы видите Красные Но они есть И вот У меня здесь появились Еще войска Отжимаем его Зилотов Ну давай Пиф-паф Пиф-паф Где ты? Вот И Да Вот здесь мы их Поймали И подбегает Новый гидр И вот Пси у него уже кончился Второй газ Не добывается И видите Количество гидр Оно увеличивается Уже тут не 4 Не 5 Бегают Они вот Скапливаются И люркера уже есть В принципе я уже выиграл Мне нужно только Подняться Чтобы не было такого Что он там Сделает шаттл Сейчас дропнет Мне 4 зилов И начнется развод Дома там мне Переполох Устроит И потом Ай-яй-яй Пси Убегаем А потом с обсервером Здесь отбивается Ставит экспант У него уже 6 бараков И я еще могу проиграть Ой-ой-ой Не надо убивать обсервера Вот так Миссия выполнена Перекапываем люркеров Наверх Ребята И вот новые гидры Все в атаку Вот это кстати Тоже выкапываем Все бежим Бежим Добегаем Здесь появился Архон Вот так Вот Не трогай наших Оверлордов Мы за них горой И надо бежать Проверять Экспанды Потому что Сейчас его надежда Это еще поставить Экспанд Где-то в другом месте Зафотонить его Развести меня На 2 фронта То есть если я Так я сказал Закапаемся А раскладка переключилась Короче тыкаем Вручную Вот И в принципе Нашел я Экспанд На 9 Ну в общем Все ему надеется Не на что Здесь я уничтожил Все И он пишет ГГ И я приветствую Всех читателей Компьютерного журнала Навигатор Игрового мира С вами Брюс Он же Игорь Андреевич И сейчас я Записываю для вас Вот от первого лица За зергов Зергом играю Против Протоса Наш ценный Протос Это Итальянский игрок Кажется Это лучший игрок Италия Во всяком случае На данный момент Это Иг Клауд Вот его ник Что можно сказать О нем Ну во первых Он состоит В международной команде Инфернал геймерс Которой состою я Это Мой друг Это Мой спадинг партнер Он играет Такие же мэтчапы Как я То есть Тос Против зерга Зерг против Тоса И Тос против тирана Мы оба не играем Не очень любим ПВП Ну Протос на протос Из-за Ряда Случайностей Ряда случайностей Которые возникают В мировом Мэтчапах Ну в зеркальных Имеется ввиду Зерк на зерк Тос на тос И Иногда Теран на теран Вот Если говорить О карте Как раз Параной от андроид То нужно Уточнить то что Вот на Этом респауне На 13.00 Где я Появился И Респауна 12.00 С разной скоростью Собираются ресурсы То есть минералы На моей Нычке медленней Из-за этого Мне приходится Идти В еще более Ущербное развитие Загонять себя В экономическую дыру И ставить Экспанд С девятого Рабочего Для того чтобы Вообще его поставить Потому что Иначе Если я буду развиваться Через пул Или 12 Хэтчери Меня просто Подожмут Подожмут Ну в общем Я буду в невыгодном положении Поэтому я Ставлю Экспанд А тут без разведки Ставят сразу Кибернетку А вот если бы я Пул поставил Наверное было бы веселей Но нет Это не нужно А если бы он Поставил два барака Что в принципе Было бы Логично Вот В итоге Смотрим Что же он будет делать Приходит рабочий Наконец то Рабочих конечно И лимит в него Больше Но у меня появляется Экспанд Я заказываю Вместо собак Рабочих Ну потому что Он не поставил Два барака Я поставил Кибернетку Сейчас Максим заказывает Зил Это пока не страшно Мне не надо Заказывать Собак Я лучше закажу Рабочих Потому что Как вы уже Заметили Экономика у меня И так Не на высоте На третьих Хэтчери Мне не накопить Ставлю Газилку Из-за того что Он поставил Старпорт Очень Ну то есть С его стороны Это правильно Конечно А вот Только он не дал Мне поставить Газилку Но ничего Я поставлю здесь А вот он не успел Хотел и здесь Заварить газ Да это Было бы плохо Для меня Объясню Почему газилка Почему я вынужден Ставить газ Потому что Из Старпорта Можно заказать Четыре типа Юнита Это Корсар Ну самый распространенный В данном случае Потом Скаут Кедр И Арбитр Что то мне подсказывает Что Вряд ли он Пошел в быстрого Арбитра И Кедра Тоже вряд ли Поэтому он мог Построить или Корсара Или Ну или Скаута Наверное Все таки И если бы я Поставил спорку То И он Поставил Корсара То мне Пришлось бы Ну в общем От Корсара Я бы Защитился А вот от Скаута Нет Скаут Стреляет еще По земле Он бы начал Мне Уничтожать Рабочих Мешать В общем Действовать на нервы И еще Гадить А Одна гидра Способна Отогнать Этого Корсара Фу Скаута И вот этого Кстати Драгуна Я тоже Начинаю Поджимать Видимо Он пошел Корсаров С дарками Потому что Вот мы видим Он выдвигается На Икспэншн Начинаем Атаковать Эту пробку И пробегаем Дальше Оставил я Два лимита Для Гидр Заказал их А сам Начинаю Заказывать Рабочих Потому что Экономика У меня Слабая Мы видим Что Старпорт Он отменил Поставил Фаржу Далее Цитадель Видимо Да В общем Он неплохо Меня обманул Ну то есть Получилось так Что в ущерб Опять же Экономике Которая и так Тут уже Дважды Была Не на высоте То есть Первый Из-за Минус В экономике По сравнению С его экономикой Это Респаун Второй Это то Что мне пришлось Быстро Быстро Делать Гидр От Корсара Скаута Не важно От воздуха Для того Чтобы Ну Как раз Отбиться Я ведь мог Рабочих Заказывать Я мог Так рано Не делать И настроить Рабочих В общем Молодец Молодец Клауд Это Ну он вообще Играет достаточно Оригинально Не совсем Хорошо выступает На турнирах Но в целом Скилл у него Высокий И Он наверное Выигрывал Всех Европейцев Ну то есть Не корейцев И с корейцами Он тоже Играет Достаточно На высоком уровне С хорошей Результативностью В общем Well known Плеер В своих Кругах Но вот К сожалению На турнирах Он мало Принимает Участие И в то же время Когда принимает Участие То не очень Эффективно На кого Что похоже На меня Тоже Похоже Ну я Там Много Конечно Чего Но выигрывал Но Не отличая стабильности Вот А я продолжаю Строить гидр Продолжаю Строить гидр Здесь стоит пробка Как раз Чтобы заметить Там допустим Собаки бегают Еще что-то Видите Разведка у него Хорошая Но Отличительная особенность Данной карты Это то что Есть два прохода То есть Я могу Вот так вот Обойти И то же самое На его экспанде У него будет Пси Безусловно У него Может быть Вот Дарк Для этого Я послал Оверлорда Вперед И Он конечно Зафатонится Зафатонится Забыл я Оверлорда И видите Тут небольшой Минус Сейчас бы Строились Еще Девять гидр Сейчас я вынужден Заказать Два Оверлорда Просто Просто мозги И Заказал Лэйр У меня две Газилки И сейчас Моя цель Тогда не Проломать его Поскольку Новый гидр Не подбегает А просто Сделать Окно в Европу Пробить Окно в Европу Это будет Ну мне нужно Как то С какой то стороны Его напрягать Или с мейна Или вот слева Я выбираю Путь слева Потому что На самом деле Как правило Его хуже Защищает Сейчас мы Это увидим Опытным путем Да вот здесь Одна фотонка Больше он не успел Построить А спереди Мы видим Уже две Две фотонки Зил это Без скорости Дарка Нету Но есть Пси И поэтому я Расставил гидр Аккуратненько Вот так вот Провоцирую Ну то есть На шторм ему Не выгодно Вот сюда вот Штормить В то же время Айяяяяяяяяяи В то же время Я трачу Теряю три гидры Ни на чем На точке сбора Пуляет гидры Подбегает Тризилота Отгоняя их Заказываем люркираспект Лейер доделался Ресурсы скопили И вот так я выбежал Плюнул, отбежал, но и Особо... В общем, разменялся-то не очень, на самом деле Надо было... Можно, конечно, сконтролить Было лучше, но Тут, конечно, варкрафтеры Меня заплюют, и вот, особенно за точку сбора За точку сбора уже 5 гидр На точки сбора потерял И сейчас мне нужно уничтожить крайнюю Фатонку Пси получаю, опять Второй пси, молодец, клауд Вот, но мы имеем Как раз это окно в Европу Это слева нету фотонок И нужно бежать В этими четырьмя гидрами Для того, чтобы Он там ничего не построил Ну и мешать добыче, естественно Если я мешаю добыче его Минералов, соответственно Я получаю плюс, потому что он пошел В экспанд А этот экспанд, собственно, и не собирается Вот здесь Кидает пси Делается... О, красный шарик Еще шестую гидру я теряю на точке сбора Уже десятый раз я Выставляю ее И делается архон Дарк архон Это очень-очень интересно Во-первых, можно и гидр Замайл штормить Можно и Ну, в общем И люркеров Поскольку я давлю гидрами Я не могу построить Много Люркеров Ну, просто вот Не хватает Также я мог построить Муталов Я уверен На мэне у него уже Две фотонки Две или три Представляете Вылетает сейчас Девять муталов И получает Майл шторм Сверху пси И тут подбегает архон Да даже без архона На фотонки разберутся Да они разберутся Даже просто если Без пси даже В общем Это достаточно эффективно Но В данном случае Я действую с люркерами Единственное Что он может Замайл штормить Это люркеров А мне в свою очередь Надо просто Опять же пробиваться Вот эти фотонки Любой ценой Любой ценой Мне нужно Уничтожить эти фотонки Недооценивает он Я бы ставил Три-четыре фотонки Здесь Потому что Ой-ой-ой-ой Перекапываем Перекапываем И вот этот Майл шторм К счастью для себя Я Не держал В куче люркеров Заказываем Новые войска Подкрепа Двигаем люркеров Фотонка Начинает стрелять Это провоцирует Меня на атаку И перекапывание Еще одного люркера Одна фотонка Я могу В принципе И уничтожить Вот так вот Оп И все Все И опять Опять ему Он вынужден Убирать рабочих Я заказываю Из красной гидры люркера Напомню Что Если вы заказываете Из красной Ну почти Дохлый Гидры люркера То появляется Он все равно Целый Строит еще две Фотонки Боится налома Раз ты боишься Налома Я тебе его устрою Проламываю его Оть Пси Есть у тебя еще Пси Да Есть у него Пси Но Но мы прорываемся Надо сейчас Нет Там Зил Выбегает Нужно Здесь Постоделять Добить эти Фотонки Фотонки Потому что Обсервера у него нет Ну конечно он будет В скором будущем В недалеком Поскольку мы уже Сражаемся Наверное Минуту полторы Роботикс уже достроился Обсерватория Наверное тоже И сейчас как раз Заказан Люркер Фу Обсервер Ну люркер у меня тоже Заказан Просто сейчас Немножко Поконтролить надо Гидры как вы видите Красные Но они есть И вот у меня здесь Появились еще войска Отжимаем его Зилотов Ну давай Пиф-паф Пиф-паф Где ты Вот И Да Вот здесь мы их Поймали И подбегает Новый гидр И вот Пси у него уже кончился Второй газ Не добывается И видите Количество гидр Оно увеличивается Уже тут не 4 Не 5 Бегают Они вот Скапливаются И люркера уже есть В принципе я уже выиграл Мне нужно только Подняться Чтобы не было такого Что он там сделает Шаттл Сейчас дропнет мне 4 зилов И начнется развод Дома там мне Переполох устроит И потом Ай-ай-ай-ай Пси Убегаем А потом Сапсервером Здесь отбивается Стоит экспант У него уже 6 бараков Я еще могу проиграть Ой-ой-ой Не надо убивать Апсервера Вот так Миссия выполнена Перекапываем Луркеров Наверх Ребята И вот Новый гидр Все в атаку Вот это кстати Тоже выкапываем Все бежим Бежим Добегаем Здесь появился Архон Вот так Не трогай Наших Оверлордов Мы за них горой И надо бежать Проверять Экспанды Потому что Сейчас его надежда Это еще поставить Экспанд Где-то в другом месте Зафотонить его Развести меня На два фронта То есть если я Так я сказал Закапаемся А раскладка Переключилась Короче тыкаем Вручную Вот И в принципе Нашел я экспанд На девяти Ну в общем Все ему надеяться Не на что Здесь я уничтожил Все И он пишет ГГ